МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Доброе утро, дорогой Виктор! Что сегодня, наконец-то, мы долго вас ждали здесь, Виктор? Да? А почему не говорили? Ну, а как вам сказать? Вы же на другом канале. Вы же на другом канале. А сегодня я здесь. А сегодня вы здесь. Виктор, что мы сегодня будем с вами готовить? Ты знаешь, я на ты или на вы? Конечно, на ты. Вы знаете, Иван, я подумал, и почему-то мне показалось, что надо приготовить что-нибудь простое. Чтобы в субботу утром проснулись люди и приготовили простую домотканную еду. Ты же из Кемерово. Ты знаешь, что в субботу утром люди не просыпаются? В Кемерово? В Кемерово просыпаются уже где-то... К понедельнику. Хорошо, проснулись люди в субботу. А муж пришел с рыбалки? Муж пришел с рыбалки. А они только проснулись вдвоем. Да, вдвоем. Такое бывает. И с карасями. Из караси. Караси. Я думал, что караси ты не готовил. Я лично никогда не готовил. А ты вообще любишь рыбу готовить? Я очень люблю рыбу. А готовить? Готовить я ее люблю меньше, потому что с ней какая-то все... Я ей сейчас не рыбак. Я тоже не рыбак. А, и ты не рыбак? Я не рыбак. А что вдруг караси? Ну, потому что мне нравится караси. Мне нравится речная рыба. Речная рыба. Потому что караси... Карас костист. Я понимаю. Вообще речная рыба, она вся костистая. Ее нужно как-то аккуратно выбирать. У меня была однажды история, мы были, я долго работал в провинциальном театре, не в Москве, и мы поехали... А чтобы вдруг, слово Екатеринбург не произносим вдруг, что это вдруг, условно-дословно. Я работал в Екатеринбурге в драматическом театре, мы поехали на гастроли в город Новосибирск, и жили в каком-то пансионате на берегу Оби и пошли с другом однажды рыбачить. Поймали вот тазик всякий, там, пискарей каких-то, там, какого-то езя поймали, чего-то еще, ну, в общем, наловили какой-то тазик рыбы, и принесли, и решили сделать уху настоящую, вот с водочкой, выварить весь это самое, вытащить потом все это. С водочкой, да, с водочкой. Я объясню, что это означает, когда один человек ложится на спину, открывает рот, и второй, раз, и... Ну, правильно, чтобы духа была. И как-то все это выварили, и потом... Мелкую рыбу. Мелкую рыбу, да, все это убрали, и заходит мой друг, Валер Прусаков, который говорит, слушайте, парни, можно я тут пока головы поразбираю, а он очень охочен на рыбу, очень охочен на рыбу. Головы вкусные. Головы вкусные, да, их много, да, и мы пошли покурить, пока там заболтались, нас не было минут 30, мы заходим, тазик пустой, бешеные кошачьи глаза, вот это... Остановите меня! То есть невозможно. Речная рыба. Речная, ее нужно выбирать, ее нужно любить. Но в этом-то и есть, когда... Да, когда косточки, вот это вот, да. А мы в Петербурге вот так же в детстве воробьев варили, так и ели. Ладно, все. Как корешка. Правильно, да. Как корешка, да. Значит, Виктор, дорогой, мы готовы. У нас есть сковородка-гриль. Гриль, а на ней мы будем делать овощи. Я решил карасям сделать небольшой... Овощи-гриль. Овощи-гриль, да. Просто, опять же, порезать помидоры, баклажаны, там, перец какой-нибудь, вот, спаршечку, и чуть-чуть масла, да, пш-пш-пш, чтобы с полосочками, и все, это красиво было. Вот, возьмем сковороду, например, вот такую. Вот эту, да, для карасей. Для карасей. А есть ли на нее крышка, вот, скажи мне, что она закрывалась крышкой? Ну, ну, знаете, конечно, имеются крышки, они не подходят, но это будем считать. Так всегда вот это... Да, зазорчик всегда оставляй небольшой. Ну, это правильно. Я объясню. Чтобы вы парились. Мыли в горячей воде, крышка подсела. Я понял. Чуть-чуть под... Ну, пожалуйста. Все, берем карасей, караси у нас... Караси веселые. Как живете, караси? Да. Да, ну, серьезно? Подождите, там водка, Виктор, правда. Вот они, вот они, караси-караси. Ребята. Ну, как вот, вот, пахнет, куда? Рыбка, рыбка. Рыбка, рыбка. Вот, вот, иртыш. Ну, вот они. Да. Москва-река, кажется. Нет, Москва-реки нет. Ребята, как понять, что рыба свежая? Надо посмотреть их в глаза. И спросить, ты свежая? И спросить, ты свежая, Виктор. Да. Глаза должны быть мутные. И у рыбы... Нет, если глаза мутные, значит, рыба не свежая. А если глаза вот такие вот... Это правило действует и на рыб, и на студенток вузов. Да. Посмотрел, если глаза мутные, девушка не свежая. Дай мне, пожалуйста, досточку. Досточка. У нас все здесь. Мы хотим... Вот, все простое. Вот такая досточка. Что нужно делать? Так. Нужно включить вот этого вот монстра. Нужно включить этого монстра. Ты играешь в теннис? Ах, ну, я бы не назвал это теннисом. Нет, да? Нет, это пинг-понг мы им называем так. Значит, нужно включить этого монстра. Сильный огонь должен быть. Ну, да, для начала раскаленная сковорода должна быть. Раскаленная сковорода, да. Пожалуйста. Вот это она, да? Вот сюда, вот сюда. Все? Да, все. Мосты. А я хватил ее. Поверь мне. Ой, хватит. Поверь мне. Дай мне, пожалуйста, еще масло. Маслица чуть-чуть. Да, оливкового. Вот оно такого? Да. Такого немножко. Чуть-чуть. Чуть-чуть. А нет вот такой кисточки? Слушай, ну вот смотри. Силиконовая кисточка. Ты знаешь, силиконовая кисточка. А вот она. Вот смотри, как знали, все есть, это правильно. Маслом мы добавляем буквально несколько капелек. Так. Размазываем. Так. Красиво. Экономика должна быть экономной. Помнишь Владимир Ильич? Да. Нет, Леонид Ильич так говорил, по-моему. Я помню и того, и другого. И как они говорили, у нас, мы проходим здесь экзамен всегда. Все. Раз в две недели у нас экзамен. Убираем кисточку. Попалит. То есть мы их, они у нас просто выпотрошены. Они выпотрошены, чешуя снята. Чешуя снята, мука, мука. Мука, говорим, мучиться. 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 Давай-ка мы это покажем. Эх, карасики. Почему-то я запил такую пищу. Как живете, караси? Хорошо живем. Мерси. Да, есть такая. И слегка вот так вот мы в мучке их сейчас обваляем. Виктор, а какое вот у тебя, вот ты как вот дома, ты готовишь вообще что-то? Да, я готовлю. И что ты готовишь дома? Я готовлю еду. Спасибо. Да. Виктор, я напоминаю, что наше интервью не обязательно должно быть интересным. Да. Уже, ты понимаешь, что уже раскалился? Да, раскалился. Кладем? Да, кладем, клади. Одного караси. Ах, ты дурачил, да. И второго давай тоже в муче. И второго карася мы положим на езя. На езя. Это бутерброд, знаменитый рыбный бутерброд. Сибирский. А вот я прочитал в каком-то интервью, что, ну, ты считаешь, что, конечно, основное сибирское блюдо, твое любимое, это... Пельмени. Это пельмени, да? Пельмени, конечно. Давай, знаешь, сразу чуть-чуть... Муку уберем, давай-ка подсолим, это все подперчим. Прямо сейчас? Да. Давай. А вот ты знаешь что, еще внутрь можно положить туда, вот у нас есть розмаринчик. Немножко. То есть прямо мы уже в процессе жарки будем кладем? Прямо, да, а что там с ним? Правильно. Вот сюда розмаринчик оброчим. Слушай, может чуть-чуть это самое масло еще, смотри. Масло, ну да, еще капнем масло. Это мука подгорает, ничего страшного. Эх, хорош, хорош, много масла не надо. Тихо, 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 тихо. Знаешь, что там в масле-то, ого-го, чего там творится. А вот, кстати, ты следишь за вот этим? За маслом? Нет, за количеством вредного и полезного. Знаешь, я пытаюсь, я не то чтобы каждый день стою на весы, но отслеживаю те продукты, которые поступают в мой организм. И петрушку, это укропчик. Есть у тебя какой-нибудь вот абсолютный вот стоп-лист? Вот, например, вот это я, к сожалению, люблю, но есть не могу. Картофель. То есть ты не ешь вообще картофель? Ну, практически нет. Ем, конечно, иногда. Так. Но если есть возможность от него абстрактироваться, то я отказываюсь. Скажи, пожалуйста, есть у тебя йогурт и сметана? Прости, пожалуйста, это ты для карасей? Да, да, да. А мы караси... Вот ты сейчас, ты... А у нас что-то не перчится. Вот у меня тоже щенит. А вот, смотри, она в другую сторону. Давай, вот так вот. Вот так вот, да? Да. Так, во-первых, вот смотри, вот там полотенчиком можно... Руки-ручки вытереть. Так. Буквально по пять минут на каждой стороне караси должны подогреться. Йогурт, сметана. Йогурт, сметана, петрушка, украшка. Вот травочки мы возьмем. Ты хочешь сказать, что они просто за пять минут и уже готовы будут? Ну, практически. Надо смотреть, чтобы они не подгорели. Потому что это же караси, они же могут подгореть. А для чего муки? Вот, смотри, смотри, как я здесь сделаю. Опа! Да! А для чего мука нужна, чтобы подать, 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 подать? Вот такая красивая была история. Без муки так не получается, да? Нет, без муки нет. Что нужно делать? А как мне же можно поменьше сделать? Так вот, правильно? Все верно. У вас какая-то... У меня до десяти она разгоняется, а у вас прям до скольки. Ну, у вас канал, потому что все-таки... А здесь у нас... А здесь у нас... А у нас в программе время. Знаешь, как это это стоит? Так, а что с этим? Меленько? Меленько. Это мой соус. Ну, как ты... Ну, подожди. Давай, покажем. Ну, да. И меленько, меленько, меленько. Да, а я пока смешаю. Давай, 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 давай. Для чего? Для того, чтобы... Берем, чтобы не подгорело. И лучок туда можно добавить. Немножко ложечки. Лучка вот такого. Ну, какой-нибудь, да. Вот такая ложка. Зачем такая ложка? Зачем такая ложка? Ну, как, смотри. Можешь так, а можешь и вот так. Цвет мальярпица скажет. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Берем небольшое количество сметаны. Сметана жирная, поэтому вот возьмем ее ложки 2-3. И добавим, и разбавим ее нежирным йогуртом. Вить, скажи, пожалуйста, ты ведешь большое количество программы. Потом ты же продолжаешь активно сниматься. Да. Ты, в общем, как... А еще недавно я все-таки сделал этот шаг. Я долго к нему шоу, и у меня как-то все-таки случилось, сложилось. Я комбикировал как режиссер. Режиссер. Да. Где? Мы с группой товарищей сняли пилотный выпуск. Сериала, да? Да. Прекрасно. Как без этого? Посмотри, я уже порезал меленький лучок. Меленький лучок. И вот это все, да? И это все смешиваем? Да, это все мы смешиваем. Соли добавляем немного прямо сюда. Такой соус, да, такой получается? Да, соус можно еще немножко добавить. Подожди, Виктор, ты отставил это для чего? Да, я отставил, потому что мы с тобой много говорим, и у нас ничего не готово. Ну, она сырая внутри, как понимаешь? Ну, конечно, да. Но ты не ешь сырую рыбу? Ну, я ее перед этим не жарю. Я просто ем сырую тогда. Подожди, речную? Подожди, мы ее заливать сейчас будем вот этим? А-а-а-а, ну так каждый может. Конечно. Так, друзья, что происходит сейчас? Виктор Логинов, как алхимик смешивает йогурт и сметану. Да, чтобы она была не такая жирная, но... Посолил уже. Густая, да. Немножко перца туда добавил. Нет, перца не добавлю. Перца не добавил. Сейчас мы тебя добавили. Караси вяло отдыхают на плесе. Да. И Виктор, на секунду вас покинул. У нас короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. Вы знаете, почему друзья математики называли Николая Лобачевского за глаза лобстером? Вороник, где-то бог послал кусочек сыру, бутылку красного вина, зефиру, немножко ветчины, инжиру и приглашение в караоке-клуб. Дорогие друзья, смах на Первом канале. У нас в гостях сегодня Виктор Логинов. Виктор Логинов и Караси. Мы их не представили. Да, это Василий и Тамара. Василий и Тамара. Ну... Василий Карасев, между прочим, такой известный баскетболист. А Тамара Карасева? А Тамара Карасева? Его жена. Нет. Нет? Его сестра, которую он потерял давно в детстве. Ну вот они с этим. И вот они друг с другом встречали в сковородке. Брат, сестра, у меня родинка. Да. Ну что же. Мы слегка поджарили, обваляли. Внутренне напихали травы всякие разные. Здесь есть сметанный, йогурт, и соус. А это мы сейчас тоже. Потом, потом. Это подводочку. Я подводочку с тобой пить не собираюсь, потому что знаю, выпьешь с тобой, а потом окажешься среди родоцемельных. Знаю я все эти ваши пьянки. Виктор, у меня много работает там. Подожди, а вот пропорция какая, Виктор, должна быть? Надо, чтобы сметанка вот эта вся закрыла. Сделай поменьше, пожалуйста. Конечно. Уже сделал, уже сделал, уже сделал. И закрываем сметанно-йогуртовым соусом. Полностью. Полностью. В шабу, в шубочку в такой раз и закрываем, чтобы они... Откуда ты взял рецепт тут, Витя? Бабушка. Бабушка? Бабушка у меня была специалистом по карасям. Да, я же работал в Екатеринбурге, а родом-то я из города Кемерово. Да. Да, понимаешь? Вот. И там вот этот традиционный кемеровский рецепт. Серьезно? Да. А карася откуда в Кемерово? Там река Тонь. Из реки Тонь? Из реки Тонь. Тонь. Да, Тонь там ниже по течению стоит город Новокузнецк. Да. Металлопромышленность наша кузбасская. И, соответственно, с хорошим содержанием железа. Да, сразу. Можно яблоки не есть. Да? Да, берешь и... А теперь это все сверху там. Яблоки окисляются прямо на дереве. Да. Ах, вот какая вкусняшка. Сверху красили лепушечку. Так, смотрите, что мы делаем. Кидаем. Кидай. Да, давай так красиво. Выкидай чуть-чуть. И крышку мне надо. Дай мне крышку. А я сейчас дам тебе крышку. Подожди. Но вот у меня вопрос. Да. Головы-то ты им, посмотри, ты их укрыл, как одеяло, а головы оставил специально, да? Ну, головы пусть лежат, да. Они, 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 я скажу, знаешь, такие фактурные. Все. Ну, то есть вот так вот, да? Подожди, подожди. Все, вот так. Вот, красиво все. Вот смотри, как будто бы Ленин и Сталин лежат. Да? Бочки и Брынин. Это бы, да. Это муж и жена. Это, Виктор, до Кемерово не дошла информация. Давай сделаем поменьше. Я не хотел бы сейчас просто, просто, просто еще меньше. Нет, мне нужна на 10-ти градусной шкале отметка 6. Вот на твоей 15-ти градусной. Нет, все, вот это она есть. Это 6, да? Вот это 10, это 6. Это 6. Так давай 9 сделаем. Давай сделаем 9. Мне просто нравится. Все, и вот так вот это все должно у нас сколько? Минут 15-20 ты заметишь. Отдохнуть. Отдохнуть. Как травка начнет буреть. Тогда я предлагаю сейчас нам сделать маленький перерывчик, чтобы убрать всю дрянь со стола. Виктор, а вот, кстати, в кулинарной программе приходится же пробовать. Вот как вы решаете вопросы, когда приготовил человек еду и невкусно? А я не глотаю. А как же ты потом сплевываешь? А как же сказать, до свидания, это был Виктор Логинов, когда у тебя во рту сырая баранья, мозоль. До свидания, ты был Виктор Логинов. А вот так вот, да? Нет, на самом деле, все, что я готовлю, а готовлю в основном там я, человек приходит, и я, видишь, как у тебя, ты заложник того, с чем пришел, собственно говоря, гость. Да, он пришел, говорит, я хочу приготовить баранью ногу, или там, скажем, какую-нибудь дораду, да? Да, и вот хотелось бы тебе поесть каких-нибудь плюшек, а нет, готовим дорадую, баранью ногу. А так готовишь все ты сам. А так готовлю, выбираю то, что буду готовить, только я сам. Вот, есть там определенная рецептура, есть специфика приготовки. А у вас есть, допустим, кулинарные какие-то, как называется, консультанты? Да, конечно, у нас есть на передаче диетолог. Диетолог. А у нас нету. Ну, потому что... У нас только человек, который газ подключает внизу есть. Он же водитель. Ну что же? Я думаю, хватит нам ноты, дорезай свои. Что? Ты тоненькую взял, я взял толстенькую. Потому что... Так, теперь что мы берем еще? Мы берем один баклажанчик. И колечечками. Да, колечечками, и он называется еще синенький. Синенький, так. Так, перец я предлагаю взять желтенький. Конечно. Чтобы все было красиво и доставляло нам эстетическое удовольствие. Виктор, ну я еще одну вещь прочитал, и меня она совершенно поразила. Так. Говорят, ты снимался в китайском боевике. Папочка, такие вещи нельзя сприваться своих друзей. Попривайте. Нельзя. Было дело. Рассказывай, Витя, выкладывай нам все. Ну, а... Ты видишь, у нас 70% операторов кимоно с нами. Поклонники? Нет, ты думаешь, что это кимоно. Это не кимоно, это халаты. Ребята амбулаторно лечатся, выхожу и обратно сюда идут, понимаешь? Это была неожиданная история, неожиданное предложение. А вдруг, вот вдруг, раз, и квас. Вот так, один тоже колечко. Колечко? Не, 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 не вдоль. Огромный возьми другой. Возьми вот этот, он меньше. Ну, это они такие вкусные, эти помидоры. Да, ну ты вот домой потом заберешь. Вот я домой, к сожалению, тут ничего не могу забрать. Под распиской все. Немножко перчика, немножко баклажанов, немножко, немножко количество этого, как он, аспарагус. Аспарагус? Спаржа. Спаржа, вот. Спаржа. Так, перчик. Перчик, помидорки. Ну, 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 можно жарить. И прям грибер. Крути этого монстра, пожалуйста. Давай расскажи, сколько китай. Расскажи про... Я же на поступил предложение, что, мол, история русского, прорусского парня, который жил себе, жил где-то в подмосковной деревне, был поклонником всякого ушу, кунг-фу и так далее, поссорился с женой на последний день. Я продал машину, купил... Это как, это в каком году было ведь? Это в 2008-м, 2009-м. Так. Между, в серединках между съемками сериала того самого. Скажи, а вот у тебя была возможность... Ну, ладно, расскажи про Китай, я потом тебе задам. Да, и все, и история русского парня, который идет в Китае, встречает там свою судьбу, мастера, девушек, влюбляется, потом раз и возвращается домой. Все очень просто. Боевик. Сколько ты провел в Китае время? Полгода. Полгода? Полгода я объехал из Китая, Гонконг, Макао. Шаолин. Где? На одном из российских каналов. Уже показали. Показали, да? Показали очень быстро. Очень быстро, в два дня. А в Китае его видели? Его видели не только в Китае. Просто я хочу узнать от тебя вот какую историю. Ты мне что-то рассказываешь, говорит, вот, снимай, я хочу узнать, что ты скажешь. Я приезжаю в Китай. И суперзвезда. Да, и суперзвезда. И все кричат, Витас, пошел прочь. Логинов, Логинов. Слушай, как там люди Витаса? В Пекине? Слушай, как его здесь ненавидят? Поверь мне. Но их там больше. Их там больше. Поэтому если... Ты не говоришь, что первая китайская... Не первая. Китайская российская война может начаться из-за Витаса. Из-за Витаса, кто кому, да. Они вот раньше с книжечками Мао Цзэдуна бегали, а сейчас с календариками Витаса. Ты подумай, а. Что они его так полюбили, а? Ты понимаешь, что он... Что они что-то с жабрами не видели, что ли? Что он такого не сделал, что они его так полюбили? А я тогда с тобой позвольте с вами. У нас же задымилось там тут все. Давай, давай. Там задымилось, тут загорелось. И я буду выкладывать тоже все здесь. Выкладываем так на гриллер, и пусть оно потихонечку себе грилится. Грилится. Грилится, грилится. Более того, я даже и... Можно было, конечно, подмариновать, не иметь овощи, но мы не будем делать. Да ладно, все. Вот как есть, я накидаю помидорчик туда. Да ладно, все. И вот так вот. Вот так вот. Потом разрежем большое. Все. Аккуратно. Все. И забываем на какое-то время. Другие 15 сделал, да? Так. Вот. Ну и я там снимался, потом показали. Единственное удовольствие, которое я получил от этого периода, я... Увидел весь Китай. Весь Китай. Ну я говорю, я бухгал. Но ты увидел весь Китай, ладно. Но ты попробовал весь Китай. У нас же кулинарная программа. Я. Что самое странное, необычное и уникальное. Класс. Мне попал. Да ладно, не важно. Я ел. Я ел даракан. Жареных. Кузнечиков. О, о. Медведок. Медведий или медвед... Медведок. Это маленькие китайские 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 китайские. Я знаю, медведка, конечно. Медведки и медведки называется. Таких гусениц, зажаренные в этом самом. Я ел черепахи, акулы и вся остальная фигня. Змеи, змеиный этот... Стружку змеиную? Да, чипсы. Змеиную кровь с желчью из саке. Для здоровья хорошо. Добрый, друзья, это СМАК на первом канале. В Китае есть такая история, все, что не для здоровья, не полезно, то для счастья обязательно. Либо вот это вот, мы сейчас едим это для здоровья, вот это вот, смотри, просто овощи без всякой химии, небольшой количеством масла, а карасики для счастья. Карасики для счастья. Это для счастья, это для здоровья. Так, друзья, Виктор Логинов, овощи, рассказы про Китай, караси в Сметане, Виктор на секунду покинул, фантастический рассказ. У нас короткая рекламная пауза на первом канале, после которой мы вернемся и узнаете, что в польском прокате фильм «Возвращение мушкетеров» назывался «Опята». Образ твой, мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я, по ошибке бросившись котлету обнимать. Осип Мандельштам, дорогие друзья, СМАК на первом канале. И у нас Виктор Логинов с собственной персоной. Вот так вот, вот так вот, неумело. Опа! Браво, Вить, браво. Ребята, ничего не хлопает, все в дыму. Все в дыму, война в сфере. Все горит, чертовой матери. Не горит, а грилится. Грилится, а грилится. Какая красивая помидорка получилась. Как будто мы с тобой где-нибудь на улице, мангал. Кстати, а вот что у тебя, как ты любишь проводить время? Сейчас уже хорошая погода. Расскажи мне, что Виктор Логинов с семьей, с друзьями, что вы любите делать? Что, где вы, в каких вы банях сидите? Нет, ну... Ну что вы, ну вот серьезно, шашлыки. Просто есть люди, которые любят шашлыки. Есть люди, которые любят, наоборот, не шашлыки, а какой-то, я не знаю, в парке пикники. Там, я не знаю, есть люди, которые... Пивники. Есть пивники, да. Попробуют, нажираются на жаре, потом сидят и... Нет, я на лето стараюсь уехать, ну, у меня редко получается, а семью я вывожу из страны... За рубеж. За рубеж, да. Белоруссия, Молдавия, есть страны. Мы выводим туда. Там очень хорошо. Очень хорошо. Так. Фрукты, вино, женщины, собирающие фрукты и вино. А у тебя семья падкая, да, женщины, да? Да, да, да. Вот. И, собственно говоря, смотри, у нас уже... Помидорки можно точно убирать, давай-ка мыть. Что? Помидорки. Да прям давай, раз помидорчик. Раз. Помидорка. Давай сюда. Вторая. Два. Помидорка. Ну, давай еще кому-то три. Давай. Опа, она развалилась. Ты моя рыбка. Да, все нормально, все нормально. Так. Спаржечку можно... Смотри сразу крупная соль. Да, туда, на помидорчики. Спаржечку давай. Спаржечку давай. Ты можешь выключать, давай, просто мы сейчас выключим. Мне кажется, что там все готово. Это мы точно уже можем выключить. Выключили. Спаржечка. Так, красивая. Спаржечка положена. Надо ее поправить, чтобы она не свисала макарон identifying. Все, я поправлю. Не волнуй. Все. Вот, да, красиво. Давай сюда. Давай сюда. Сюда, сюда. Это все уже практически готовое к употреблению. И вот смотри, у меня какая-то подгорелая получилась. Ну и очень хорошо. Дождем. А еще и нет. Прекрасно. Как у вас тут все? Да, все легко. У нас такого нельзя. Ты что? У нас потом штрафуют, когда вы хотите, жрешь прям в студии. Это убирай, пусть куда-нибудь. Убирай. Куда? Ты куда хочешь убирай. А можно я себе это? Так, а здесь у нас, а здесь у нас уже... Да, посмотри, там что там, баклажаны чуть подольше будут готовиться, потому что они... Нет, и баклажаны будут готовиться подольше. Они же синенькие. Да, кстати. Вот это уже готово. Ты посолил, да, поперчил? Да, я не поперчил еще. Да, еще можно. Можно еще лимончиком. Сейчас я просто вот хочу... Вот. Это хорошо. Я думаю, что это уже просто готово. Да, да. И вот это, мне кажется, уже готово. А что тут с этим? Что же дальше делать? Куда едешь же дело, который? Да не надо, это не нужно, ведь. Мы сейчас просто это все... Вот так вот. Смотри. Смотри, как красота. Давай. Раз. Раз. У меня есть предложение. Вот это два. И давай вот по паре перченок. Давай по паре перченок сюда где-нибудь. Раз. С краешку красиво уложим. Вот это вот вторая. Смотри, смотри. Смотри, как красиво. Красный, желтый, зеленый свитохор. Да, красный, желтый, зеленый свитохор. Все. Все, а это пока это остальное. Бабе клавы придет мне. А теперь смотри. Та-дам! Видишь, улетели души Василия и Тамары. Василий и Тамара. Мы будем помнить о вас всегда. Я думаю, им еще можно будет минут пять полежать. Давай расскажу рецепт тогда, а ты меня поправишь, если я ошибся. Мы берем двух карасей. Выбороченных, почищенных. Мы их обваляли в муке и обжарили. Можно поперчить, посолить. Внутрь положить траву любую, как бы. Любую траву. И обжарили на масле на сковородке. Немного масла. Чуть-чуть масла обжарили, отложили в сторону и приготовили из йогурта, сметаны, соли. Да. Приготовили такую заливочку. Заливочку. Залили карасей, укутали их в сметану. Можно взять просто одну сметану. После этого мы все это посолили тоже, добавили сверху зелени разной и закрыли крышкой. И это лежит, ребята, в минут 15-20. В минут 15-20. Готово. Отключаем. Отключаем, да. Держи ее так. Вот, конечно. Я научился. Я научился. Да? А вот теперь вопрос. Как это вынимать? Доставать? Очень просто. Берем две лопаточки. Так. Две лопаточки. Так. Раз ее на лопаточку. Вот она. Вот она рыба моей мечты. Опа. Разве щечка, щечка, щечка. На место верните щечку. На место верните щечку. Ты играешь как хирург. Сейчас упражнём. Оп. Аккуратненько. Все. Работаем. Работаем. Спасибо. Есть. Спасибо. Можно взять немножко зелени. Давай ещё быстренько подрежем. Это уже, ну куда уже? Да, не надо сверху. Ну уже куда? Ну остановись. Да, перчик. Давай вот перчик возьмём. Перчика возьмём. Возьмём перчика и вот на вот такие вот места свободные. Будь любительным, мне на свободные места тоже попали. Да, у вас свободные места, у вас свободные места. Вот так вот. Спасибо, Виктор. Я бы хотел сказать, Виктор, вот что. Мы сейчас будем есть уникальное сочетание караси в сметане с овощами гриль по рецепту, караси по рецепту бабушки Виктора Логинова. Да. Овощи гриль по рецепту изобретателя овощей гриль Джан Франко. Грильера. Да, грильера, жителя посёлка Гуччи. Из-под Неаполя. Ну вот, и предлагай начинать. Да, я уже начал потихонечку пока договорить. Ммм, перцы удались. Ммм, перцы. Ну, что нам перцы? Начинаем, да? Осторожно, очень много костей. Внимание. Еще раз напоминаю, что там речная рыба, поэтому кушать ее надо. Но, если это получилось, я вам скажу, что, ребята, это вот должно быть великополепно. Мягенькой. Да. Свеженькой. Да. Сенсорно. Да. Действительно, очень много костей. Угу. Ммм, но... Но ничего страшного. Ммм. Ты понимаешь, костей много, но вместе с тем, она же, рыба-то, доступная. А ее можно поймать самому. Правильно. За как ее красиво пожать? Конечно, поймать самому. Сметану можно отнять у молочника. Да. Или найти корову. У нас ходят. Мг. По улице. Прям ходят по улице Кемерово? Ходят по улице Кемерово иногда. Идешь к Кемерово, корова. Ты раз за... Ммм, и... Ммм, и... Потом ммм, все с метаном есть. Лук на огороде растет. Мгм. Все свое. И, в общем-то, эту шкурку можно снять. Вот шкурку можно прямо так снять. Да? Шкурку лучше не есть. Да, ну можно есть, можно есть, можно не есть. Но я, дорогой Виктор, хочу вот это лазить сейчас, вот это все. Потому что у нас, во-первых, все поаплодируют, потому что блюдо удалось. Ну вот. Во-вторых, Виктор, я бы тебя тоже попросил отодвинуть свое блюдо, потому что подарок я хочу подарить тебе. Да ты что? Да, подарок. Первое. Спасибо огромное, что ты к нам пришел. Спасибо огромное, что ты нарушил вот этот табу, когда люди, работая в разных кулинарных программах, не могут встречаться друг с другом. Почему, кстати? Я не могу понять, я сколько раз посылал голубя с запиской Юлии Высоцкой. Знаешь, что происходило? Она мне его присылала с жареного. Отстрелил. С жареного голубя присылала в вине обратно. А ты пришел. И Юля мы тоже ждем, потому что мы все люди, которые ведут кулинарную передачу, мы все одна команда. Команда первая. Итак, прямо сейчас, дорогой Виктор, я несу тебе вот эта кулинарная корзина смак. Здесь все. Здесь сыр, здесь масло, здесь винище, здесь ананас, чтобы закусить, и дети не почувствовали, что папка пьяный. И здесь, конечно, наш фарту, который, безусловно, украсит тебя. Друзья, Виктор Логинов, сегодня смаки аплодисменты. Спасибо огромное. А мы, друзья, прощаемся с вами. Мы прощаемся с вами до следующего смака, во время которого вы, друзья, узнаете, что «курага» в переводе с белорусского означает «Это вам не публичный дом, а клуб любителей сигар». До свидания.